В Северную Осетию с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. На встрече с в Рио главой республики Сергеем Миняйло они обсудили развитие промышленного потенциала региона, а также проехали по предприятиям республики. Продолжит Марина Караева. Первая остановка министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова – Беслан. В сопровождении руководителя региона посетили мемориал «Город ангелов». Делегация возложила цветы к памятнику Древоскорби и героям-спецназовцам. Сразу после производственной площадки в Владикавказе гости посетили завод «Победит». Предприятие выполняет государственный оборонный заказ и до сих пор остается одним из самых крупных производителей тугоплавких металлов в России. Денис Мантуров и Сергей Миняйло осмотрели цеха и обсудили вопрос приобретения сырья, а также говорили о программах развития предприятий. Предприятие, кто задействован в производстве порошковой металлургии для специальной продукции. И в том числе мы с коллегами договорились на «Победите» о том, как двигаться дальше по гражданской номенкатории и перспективе выхода на экспорты. Мы сегодня с Денисом Владимировичем договорились о том, что посмотрим все программы, которые возможны. Третье, у нас есть потенциал развития промышленных парков и технопарков. В следующий момент у нас есть потенциал для расширения производства, которое мы видим. Следующим пунктом в рабочем графике руководителя региона и министра промышленности и торговли России стало предприятие «Рокос». Денису Мантурову показали весь процесс производства от лесозаготовки до выпуска конечной продукции. Цех по обработке дерева разместился на площадке 25 тысяч квадратных метров. Здесь готовят детали для столов и стульев. Все автоматизировано. Задается определенная программа, а уже станки вырезают готовые детали. 10 тысяч стульев и более тысячи столов в месяц. Такие объемы продукции здесь производят в среднем. На мебельной фабрике трудится 260 человек. Продукцию поставляют в Дагестан, Москву, Новосибирск. Сейчас предприятие сталкивается с некоторыми сложностями. Одна из них – спад спроса и не только на фоне пандемии, но и сезонности. Мы сейчас ожидаем от приезда министра содействия в реализацию нашего нового проекта, который мы хотим реализовать. Мебельный щит – это проект по изготовлению нового щита. То есть планируем наладить линию по производству мебельного щита. Как раз-таки этот продукт нам уже позволит нивелировать те сезонные спады спроса, которые есть на рынке. Мебельный щит – это, скажем так, полуфабрикат, который можно использовать как для производства столешниц, фасадов, стеновых панелей. Также можно использовать для производства различной кухонной утвари, досок, ложек, ложек и так далее. А вот в Доме правительства для федеральных гостей развернули выставку продукции промышленных предприятий республики. Показать, на что гораздо и чем богаты смогли 16 производителей. Среди них те, кто занимается пошивом национальной и спецодежды, гординного и тюлевого полотна и даже дезинфицирующих средств. Свою продукцию показали завод «Беном», «Кетон», «Радуга», «Ковдаламид» и другие. Некоторой площадкой привлекли особое внимание министра. Наше научно-производственное предприятие разработало и производит высокоэффективную инновационную добавку к бетону «Д-5». Она предназначена прежде всего для получения абсолютно водонепроницаемых сульфатостойких бетонов, которые не нуждаются ни в какой дополнительной гидроизоляции. Причем это свойство сохраняется на весь срок службы бетона. 50 лет бетон будет стоять, значит это свойство будет сохраняться. То есть вы можете построить дом в реке, в озере, в морской воде, потому что сульфатостойкость повышается, без всякой гидроизоляции. Это вы можете еще плавучие понтоны делать? Да, есть сейчас заявки с эмиратором. Промышленный потенциал Северной Осетии Денис Мантуров оценил положительно. Однако министр обратил внимание, что почти в каждом предприятии есть нехватка квалифицированных кадров. Мне показалось, что практически всех это касалось, это подготовка трудовых кадров, трудовых резервов. При том, что безработица там 16%, а дефицит людей на предприятии есть. Поэтому здесь мы должны с вами совместно с регионом отработать именно эту повестку. Ну, открываю тайну небольшую, что смена небольшая уже будет. И программу модернизации среднего учебного образования, среднего образования, мы пройдем, мы ее сделаем. По требованию нынешней, потому что с любым выбором предприятия спрашивают, кто в основном высококвалифицированные рабочие специальности. А высокая квалификация не только в разряде, но и в уровне образования. Поэтому сегодня образование должно быть востребовано. И вот просто пример, что на бежу труда у нас там 16 тысяч вакансий, где сколько? 16% у нас безработицы. И у них кадров не хватает. Это нонсенс. Значит, мы готовим не то, что надо, или не того, кого надо. А выпуск из средних учебных заведений у нас идет в Жигове, согласитесь? После ознакомительной поездки по предприятиям Сергей Миняйло и Денис Мантуров провели рабочую встречу. Говорили о дальнейшем взаимодействии Минпромторга и Северной Осетии. Затронули тему развития промышленного потенциала региона. Денис Мантуров заверил, что регион может рассчитывать на поддержку Министерства промышленности и торговли страны. Марина Караева, Хеток Гопоев, Новости Осетии.